Даниил Филин Светлана, конечно, в первую очередь вопросы касались благосостояния граждан. Как увеличить реальные доходы, сделать ипотеку более доступной, упростить оформление документов? Расскажу обо всем по порядку. Одна из главных тем выступления – Центральный банк изучит лучшие практики ипотечного кредитования в регионах, чтобы распространить их на всю страну. Это разные программы, которые позволяют гражданам максимально выгодно купить жилье по льготной ставке или с возмещением части стоимости квартиры. В разных субъектах они разные, в зависимости от экономической и социальной ситуации. Самые эффективные будет выбирать Центр компетенции по сбору и апробации. Его хотят создать в Уфе. С этим предложением председателю Центробанка обратилась Лилия Гумирова, сенатор от Башкирии. Она напомнила, что в ее республике уже несколько лет эффективно действует программа «Жил, строй, сбережения». Суть в том, что граждане создают специальный сберегательный счет на несколько лет и откладывают туда деньги на первоначальный взнос. Регион возвращает им 30% от ежемесячного платежа. Получается такой кэшбэк от государства, который мотивирует копить на квартиру. При этом через три года средства уже можно потратить на ипотеку. Ставка по ней также будет снижена и составит 5,5-7%. Приобрести таким образом можно квартиру в новостройке, вторичку, индивидуальное жилье или участок для него. Лилия Гумирова уверена, что эту инициативу можно распространить и на другие регионы страны. Вопрос этот очень долго обсуждается на самом высоком уровне, но на наш взгляд настало время практических действий. Эльвира Сахипзадовна, как Вы относитесь к предложению о создании центра компетенций по изучению, апробации и имплементации на межрегиональном уровне лучших практик в сфере жилищного кредитования и финансирования жилищного строительства? Сразу скажу, мы позитивно относимся к такой инициативе. Действительно, лучшие практики должны изучаться. Регионы нарабатывают такие практики решения жилищных вопросов. Каждый регион может выбирать для себя, в какой форме помогать. Если этот законопроект будет принят, мы считаем, что это даст возможности дополнительно людям сберегать на отдельном счете средства сначала для покупки жилья. Еще одна тема – кредитование бизнеса. Если для обычных граждан есть возможность взять заем на льготных условиях, то предприниматели вынуждены в полной мере платить по процентам. В большинстве случаев это невыгодно, поэтому бизнесмены пытаются привлекать инвестиции и частный капитал. В этом нет ничего плохого. Такая схема используется в абсолютном большинстве стран. Тем не менее, сенаторы считают, что у людей должна быть реальная возможность выгодно взять у банков долг. Сергей Рябухин поинтересовался, как можно снизить процентную ставку, чтобы бизнес-проекты были окупаемы. Экономика сегодня, как, впрочем, и всегда нуждается и заинтересована в низких процентных ставках на кредиты. И все-таки, что в ближайшее время Центральный банк в России собирается делать для того, чтобы проекты были окупаемы не только за счет субсидирования из бюджета, но и за счет привлечения средств на рыночных условиях. Спасибо. — Долгосрочные кредиты, которые предприятия берут на свое развитие. Для того, чтобы они были доступными по ставкам, должна быть низкая инфляция. Не бывает доступных долгосрочных кредитов для всех. Я не говорю сейчас про льготные кредиты, если высокая инфляция. Иногда это путают, говорят, что снизьте ключевую ставку и будут долгосрочные кредиты доступны. Не будут, потому что банки, когда вкладывают в активы, они, конечно, страхуются от инфляции. Снижение инфляции — это путь к снижению долгосрочных ставок по кредитам. Это первый ресурс, поэтому так важна ценовая стабильность и наша работа по снижению инфляции. Самый острый, на мой взгляд, вопрос касался полиса ОСАГО для перевозчиков. Сегодня все владельцы такси обязаны получить этот документ с особой отметкой о том, что не занимается перевозка людей. Однако страховые компании редко идут на уступки. Процедура оформления для таксистов отличается от обычной. Пока еще полис невозможно получить онлайн, а его стоимость всегда рассчитывается по максимальным тарифам. Цена в отдельных регионах может превышать 100 тысяч рублей. Из-за этого только треть таксистов собирает все документы. Остальные работают по-серому. Платят все налоги, отчитываются о своей деятельности, но рискуют остаться без компенсации при аварии или поломке. Сенатор Алексей Синицын поинтересовался, как можно упростить и удешевить процесс оформления ОСАГО. С 1 сентября текущего года вступит в силу федеральный закон об особенностях перевозки легковым такси, который сделает текущую серую ситуацию невозможной. При сохранении проблемы с оформлением полиса ОСАГО существует риск перехода большей части в черную зону. Без полиса, а соответственно без разрешения и без уплаты налогов. Уважаемый Эльвира Сахипзадовна, считаете ли вы возможным или даже необходимым до 1 сентября текущего года урегулировать ситуацию, создав безбарьерную возможность в режиме онлайн приобретать полис ОСАГО для владельцев такси? Конечно, доступность должна быть. Мы, вы знаете, электронные полисы развиваем, поэтому посмотрим, что еще необходимо сделать, чтобы до, как вы говорите, 1 сентября в ближайшее время эту проблему решить. Это основные вопросы, которые интересовали сенаторов. Более подробно их еще обсудят на заседаниях профильных комитетов. На этом у меня все. Светлана. Спасибо, Даниил. О выступлении главы Центробанка России на пленарном заседании Совета Федерации и вопросах, которые интересовали сенаторов, рассказал наш специальный корреспондент Даниил Филин. Добавлю, что Центральный банк России и правительство готовят стратегию по повышению финансовой грамотности населения до 2030 года. По последним данным, только за прошлый год число мошеннических организаций в России выросло на 85%. И специалисты связывают это исключительно с финансовой неграмотностью россиян. Как отметила Эльвира Набиулина, телефонные и прочие аферисты будут обманывать, пока люди не повысят свой уровень финансовых знаний. В нашей студии член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Житков. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим обо всем подробнее. Согласны ли вы с тем, что теме финансовой грамотности сегодня уделяется недостаточно много внимания? И какие методики существуют для решения этой проблемы? Вы знаете, ну вообще, мне кажется, что в целом финансовая грамотность нашего населения за последние 30 лет выросла, ну просто в разы. Мы помним пирамиды МММ-90-х, да, и, конечно же, сейчас такой ситуации невозможно даже себе представить. Другое дело, что понятно, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы. Особенно вопросы социальной инженерии, вопросы, к сожалению, использования технологии искусственного интеллекта. Все это очень часто заставляет наших граждан ошибаться, и поэтому же, конечно, финансовая грамотность всегда стоит на повестке, и это очень важный вопрос. Но вы знаете, Эльвира Сахебзадова на своем выступлении в Совете Федерации в том числе и говорила не только о финансовой грамотности, но и в том числе тех механизмов, которые могут защитить граждан от возможных ошибок, даже в случае, если они их совершат. К примеру, Эльвира Сахебзадовна озвучила идею, которую, несомненно, нужно поддержать. Это идея запрета, самозапрета получения кредитов. Вы знаете, очень часто мошенники используют доверие наших граждан, и очень часто даже, возможно, по подложным документам пытаются получить кредиты. Если мы в ближайшее время примем изменение законодательства, которое позволит гражданам самозапретить получать кредиты, по сути дела, наш гражданин будет уверен, что, несмотря ни на что, он будет защищен от этого вида мошенничества. Поэтому, да, финансовая грамотность очень важна, и мы действительно очень много сил на это тратим, и в том числе Центробанк, прежде всего, на это сил очень много тратит, но и в том числе необходимо корректировать законодательство, чтобы помочь нашим гражданам избежать мошенничества. Как мы знаем, разбитие финансового сектора напрямую влияет на экономический рост страны, что можно сказать о нынешнем его состоянии, и как финансовый сектор отреагировал на все те вызовы, которые появились? Вы знаете, Эльвира Сахпизанна на своем выступлении заявила о том, что в целом мы можем говорить, что финансовый сектор справился со теми сложностями, которые возникли после беспрецедентного санкционного давления, с которым столкнулась наша страна. В целом экономика растет, и, конечно же, финансовый сектор, как важная часть экономики, поддерживает этот рост. Другое дело, что Эльвира Сахпизанна сказала, что не стоит на этом успокаиваться, естественно, нас ждут еще дополнительные трудности, и важная, слаженная работа финансового сектора с реальным сектором нашей экономики, важность составляющего будущего роста страны. Но если резюмировать выступление главы Центробанка, то, конечно же, финансовый сектор проявил себя как стабильная и эффективная действующая система. И на фоне проблем на Западе, вы видите, и проблемы в финансовом секторе, и банкротства банков, наши финансовые организации показали себя очень самостоятельными и эффективными организациями. Центробанк, как мы знаем, выдвигал ряд инициатив, можем некоторые вспомнить, закон о полной стоимости кредита, о борьбе с лжебанкирами, цифровом рубле, криптовалюте. Были ли они поддержаны законодателями, и в целом, какое содействие могут оказать законодатели на развитие финансовой сферы? Вы знаете, что и наш комитет, и в целом Совет Федерации очень активно работает совместно с Центробанками над изменением законодательства. Вот из того, что вы перечислили, многие инициативы нашли поддержку, такие как вопрос о полной стоимости кредита. Это был принят совсем недавно. Вопрос о развитии рынка центровых финансовых активов также был реализован. Другое дело, что, может быть, не все инициативы уже на сегодняшний день реализованы. К примеру, вопрос о криптовалюте. Он до сих пор очень спорный и находится в обсуждении среди парламентариев и правительства. Но я уверен, что в ближайшее время он будет реализован. Одна из идей Центробанка дать возможность нашим организациям осуществлять международные расчеты в криптовалюте. Я, как понимаю, активно поддерживается и правительствами, и парламентариями. Но очень важно найти правильные формулировки, чтобы, опять-таки же, криптовалюта не была использована во вред нашей экономике. И поэтому, собственно говоря, я думаю, что это решение, в которое не требуется спешка. Понятно, что мы постоянно работаем с Центробанком не только над этими инициативами. Буквально совсем недавно Николай Андреевич Журавлев с группой сенаторов внес дополнение по деривативам. Теперь только лицензированные организации, прежде всего, дилеры и валютные дилеры смогут работать, в том числе, с населением на рынке деривативов. Все, главная задача всех этих изменений, это, прежде всего, повысить эффективность нашей финансовой системы, а, с другой стороны, дать защитить наше население от возможных проблем. Важная тема последнего времени. Из-за введенных незаконных санкций оказались заморожены зарубежные активы россиян. Затрагивалась ли эта тема выступления главы Центробанка? И если да, то какие решения предлагаются? Вы абсолютно правы. И более того, на сессии вопросов и ответов я задал вопрос как раз. Какие планы по размораживанию наших активов, нашего населения? Прежде всего, мне кажется, на повестке дня стоит вопрос активов, ценных бумаг, эмитенты которых связаны с российским бизнесом. Очевидно, что российский бизнес имеет возможность выпустить замещающие инструменты, которые позволят нашим гражданам, собственно говоря, как и получать дальнейшую доходность, так и восстановить их сбережения. Но Эльвира Сахибзадана, на мой взгляд, коснулась не только этой вещи, где она сказала, что, конечно же, они поддерживают выпуск замещающих активов на территории Российской Федерации, но она заявила абсолютную сенсацию. Мне кажется, это главная новость сегодняшнего дня. Центробанк ведет обсуждение об обмене замороженных активов нашего населения на счета, на деньги, которые на сегодняшний день заморожены на счетах типа С у иностранных организаций, которые в том или ином виде планируют выводить, хотели бы вывести средства из российской экономики. И мне кажется, это очень правильный посыл. Ведь за последний год мы столкнулись с неимоверным давлением. И одна из задач этого давления была лишить страну средств и лишить в том числе и наше население средств. И решения, которые были сприняты в прошлом году своевременно, о том, что средства иностранных инвесторов также должны быть заблокированы в ответ на давление, которое было осуществлено на наших граждан, по сути дела позволило создать механизм, который уже сейчас может быть с помощью Центробанка позволить нашим гражданам вернуть свои средства. Более того, о чем говорил Владимир Викторович Чистюхин, первый заместитель Центробанка, буквально вчера на свидании нашего комитета, средства не только могут быть возвращены в полном объеме, но даже наши граждане могут получить дополнительный бонус. Так как очевидно, что для иностранных инвесторов возраст своих средств из российской экономики гораздо более важен. И, соответственно, данный обмен может принести даже дополнительную выгоду для наших граждан. Недавно Владимир Путин призвал запустить бессрочные облигации с правом на выкуп долю компаний. Какие еще финансовые инструменты эффективные для привлечения и финансирования российских компаний можно использовать, на ваш взгляд? Вы знаете, вот это очень важный вопрос. Вопрос длинного, долгосрочного финансирования нашего бизнеса. Очевидно, что наша экономика находится в стадии роста, но любой рост невозможен без длинных дополнительных источников. И в этом плане фондовый рынок все эти годы, на мой взгляд, был недостаточно эффективным средством для получения долгосрочного финансирования. Очевидно, что любое крупное промышленное предприятие, да и просто начинающее предприятие, требует дополнительный капитал, если хочет осуществлять долгосрочные инвестиции. Сейчас, когда наши многие предприятия увидели дополнительные рынки, которые в том числе возникли в нашей стране в связи с исходом иностранцев, капитал им крайне необходим. И в этом плане как инициатива упрощения и более доступной системы первичного размещения акций, так и системы вот этих вот бессрочных облигаций, которые тоже, по сути дела, являются квазикапиталом. И об этом тоже говорила Эльвира Сокебзадна на своем выступлении. Это механизмы дополнительной декапитализации нашей промышленности. И в этом плане, мне кажется, очень важно Центробанку совместно с эмитентами, совместно с биржей разработать как можно скорее эффективные механизмы вовлечения, как и создание этих инструментов для наиболее быстрого привлечения финансирования в целом на наш промышленный рынок. Глава Центробанка в очередной раз выразила беспокойство во время своего выступления по поводу льготной ипотеки. Мы знаем, кое-какие меры уже приняты, повышен первоначальный взнос. Что еще предлагает Центробанк и могут ли эти меры, по-вашему, быть эффективными? Вы знаете, это очень важный вопрос. Все мы видим разницу между реальной ценой на сегодняшний день недвижимости и той ценой, результатом которого являются псевдо-низкие ставки на долгосрочное финансирование этой недвижимости. И в данном случае, очень хорошо, что Центробанк заботится об этом вопросе. Мы обсуждали совсем недавно этот вопрос на круглом столе нашего комитета, где в том числе коллеги из Минстроя, из Минфина обсуждали эту проблему. И нашу позицию, позицию и комитета, и в целом Совета Федерации о серьезной озабоченности этим вопросом поддержали большинство и членов правительства, и участников рынка. И в данном случае, конечно же, Центробанк, как регулятор, его регулирование очень важно в этом вопросе. Эльвира Сахапезадовна поддержала инициативу по дополнительным увеличенным первоначальным взносам, но также говорила о ответственности банков за финансирование вот этого вот маховика роста цен на недвижимость. И в этом плане Центробанк, насколько я понял, планирует увеличивать нормы резервирования для банков, что, соответственно, в свою очередь должно все-таки вот этот вот остудить пыл разгона разницы цены между реальной стоимостью недвижимости и стоимостью недвижимости на первичном рынке, когда она профинансирована через ипотеку. Спасибо, Александр Владимирович. Удачного вам продолжения работы. Напомню, что в прямом эфире мы обсудили доклад главы Центробанка на пленарном заседании Совета Федерации. И сделали мы это с сенатором Александром Шинбирюком Женковым.